Здравствуйте, это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые важные и резонансные события. Сегодня говорим о том, что мешает развитию экономики России и какую роль в этом играет Центробанк. Основная проблема российской экономики не нехватка денег, а нехватка рабочей силы, заявила Эльвира Набиулина, отчитываясь в Государственной Думе о работе Центробанка. Что на самом деле тормозит развитие отечественной экономики, что влияет на повышение производительности труда и будет ли Центробанк вновь повышать ключевую ставку. Обсудим на связи со студией депутат Государственной Думы, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии, член программного комитета партии «Справедливая Россия за правду», один из основателей движения Захара Прилепина, доктор экономических наук Николай Новичков. Здравствуйте, Николай Владимирович. Добрый день. Вот приглашая в Думу Набиулину, что вы хотели от нее услышать и что услышали? Ну, мы ее приглашаем по той простой причине, что мы ее работодатик, на секундочку, да, то есть мы ее назначаем. Поэтому, как бы, она, по идее, перед нами должна отчитываться. Что она, собственно, и делает. Иное дело, что отчитывается она в той форме, которая удобна ей. И говорит она о том, что удобно ей. Вот, и, собственно, уже на протяжении целого ряда лет она, как мантру, повторяет то, что главная задача Центробанка – это борьба с инфляцией. Ну, никто не спорит, что это важная задача, но точно не главная. На наш взгляд, принципиально, именно как партии, главная задача Центробанка – это обеспечение экономического роста, да, из-за там защиты экономических интересов граждан. И этими задачами Центробанк категорически не хочет заниматься, не занимается. И, более того, делает целый ряд осознанных шагов для того, чтобы эти задачи не решались. И, собственно, систематическое повышение ключевой ставки аж до 15%, но это просто немыслимый уровень, да, это как раз шаг в сторону сдерживания экономического роста. Это шаг в сторону, противоположную от того, чтобы решались экономические задачи граждан, экономические задачи страны и общества. Ну, вот Набиулина заявила, что экономика Российской Федерации практически полностью задействовала свои трудовые резервы. Ситуация с кадрами острая, а глава Минэкономразвития решетников недавно заявил, что аномально низкий уровень безработицы стал тормозом для экономики России. Это как? Ну, как бы коллегам же нужно что-то говорить. Вот они и говорят. Как всерьез относиться к этим словам, ну, я призываю... То есть этого не делать, да, то есть, ну, нельзя к ним относиться серьезно, да. Конечно, фактор нехватки именно квалифицированной рабочей силы, он сказывается. И этот фактор всегда наблюдается на этапе экономического роста. То есть это как бы, ну, азбучная истина. Если экономика растет, не хватает высококвалифицированных специалистов. Ну, как бы это, по идее, нормально, да. И до и дела, что эту задачу, конечно же, нам нужно решать через подготовку этих специалистов, да, через раннюю профориентацию у детей и молодежи, через создание условий для продвижения молодых специалистов по карьерным вертикальным лифтам, да. То есть это как бы целая большая работа. Резервы у нас для этого есть. У нас много ребят и девушек молодых, да и людей в зрелом возрасте хотят получать высшее образование. Не всегда это возможно у них, да. Не всегда это доступно, да. И здесь как бы как раз вот сделать шаг в сторону того, чтобы мы больше внимания уделяли подготовке квалифицированных кадров. А нам не хватает, где специалистов? Нам не хватает в наиболее сложных отраслях экономики, машиностроения, да. То есть это пик развития промышленности. Выше только звезды в прямом смысле этого слова, да. Космическое приборостроение, создание космических аппаратов – это тоже машиностроение, да. Это машиностроение и только автомобили, да. Но это и станки в том числе с ЧПУ, да. Станки сложные, да. То есть, грубо говоря, туда нам нужны специалисты. Причем специалисты нужны в самых разных отраслей. Не только инженеры. Нужны и химики, нужны и экономисты, которые умеют работать в новых экономических условиях, тоже нужны. Поэтому работать в этом направлении совершенно необходимо. И говорить о том, что безработица является тормозом экономики – да нет. У нас нужен переток из низкооплачиваемых сегментов людей. Высокооплачиваемые сегменты. А для этого и нужно образование. Для этого нужно повышение квалификации. Те, кто сейчас работают, ну там, грубо говоря, курьерами, да, могут работать высококвалифицированными рабочими и получать хорошие деньги. А высококвалифицированные рабочие могут работать инженерами. Но для этого нужна эффективная система подготовки кадров. Ну, тут совершенно дикий пример в Оренбургской области. Министр просвещения заявил, что не надо учителям повышать зарплату, а то все за длинным рублем пойдут, а не по призванию педагога. Но это мнение отдельного министра. А если серьезно, выстраивание системы профессионально-технического образования – процесс бесспорно нужный, но не быстрый. А быстро решается завозом мигрантов. Получается, что мы без мигрантов не справимся. Если мы говорим о том, что нужен переток кадров по этой цепочке, низкоквалифицированный труд, высококвалифицированный труд и сверхквалифицированный труд, если мы говорим про необходимость перетока, то у нас неминуемо в каких-то из этих сегментах будут образовываться лагуны, которые нужно заполнять. И во все эти лагуны, конечно, нам нужно привлекать, я даже говорю не мигрантов, нам нужно привлекать наших соотечественников из стран, например, евразийского экономического сообщества. Мы говорим на одном языке, мы исповедуем приблизительно одинаковые цивилизационные ценности и их приток для нас. Не является проблемой, как раз является усилением нашей экономики. Поэтому, чем квалифицированнее будут приезжать к нам специалисты из ближнего зарубежья, тем лучше. И давайте, собственно, создавать для этого условия. У нас многие университеты работают сейчас на территории Евразийского экономического союза и на территории страны ДКБ. И обучение там идет на русском языке, как вы прекрасно понимаете. И люди получают российские дипломы, российскую квалификацию, могут здесь работать. В этом ничего плохого нет, пусть приезжают. Ну, пока приезжают те, кто приезжают, мы сталкиваемся с разными проблемами. Но, например, в Челябинской области с 2015 года действует запрет на работу мигрантов водителями маршруток, такси и автобусов. Буквально на днях областное правительство продлило этот запрет. Ну, наверное, это выход какой-то из ситуации, но он не кажется таким уж очевидным. Запрет на профессию людей, которые приехали к нам работать. Ну, смотрите, наша партия предлагала ровно такую же меру и касалась она тех сфер деятельности, которые связаны с воспитанием детей и связаны с обеспечением личной безопасности граждан. Это, безусловно, учреждение образования, учреждение здравоохранения, собственно, упомянутые вами водители автотранспортных средств, в первую очередь такси. Конечно, мы должны понимать, что за люди общаются с нашими детьми, что за люди общаются с нашими гражданами, оказывают для них услуги, сопряженные с риском для жизни. И здесь понятно, что эти меры нужно, я бы даже сказал, не то, что точечно, а очень четко прописывать и очень четко регламентировать. Еще раз повторяю, у нас есть Евразийский экономический союз, во многих странах, в большинстве стран из которых водительские права выдаются на русском языке. Поэтому считать их мигрантами не можем. Это наши соотечественники, это наши друзья. Но это не значит, что контроль не должен быть. Контроль должен быть за любым человеком, который приходит в учреждение образования здравоохранения или в отрасль автотранспортных перевозок. Потому что неважно, какой у него паспорт и какой у него разрез глаз, важно, что у него на уме, какие ценности он исповедует, какие у него помыслы и какие он страхи вынашивает или химеры рождает. Поэтому контроль, конечно, необходим. И, конечно, одними запретами здесь ничего не решишь. Если на место выходцев из средней алкоги придут алкаши откуда-нибудь из районов, прилегающих к мегаполису, то тоже хорошего мало. Сбербанк предсказал падение кредитования бизнеса на 20% после того, как ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. При этом ЦБ говорит, что мы не исключаем, что до конца года еще поднимем. Так для чего это делается? Для той самой борьбы с инфляцией, о которой вы уже сказали. Или для того, чтобы наши предприятия остались, в принципе, без средств к кредитованию. А из чего тогда кредитоваться им? Из чего инвестпрограммы свои осуществлять? Ну, вы знаете, иногда хочется воздержаться от теории заговора, а иногда хочется от них не воздержаться. Вот то, что вы пример привели, вот это как раз такое подтверждение того, что, может быть, действительно в ЦБ иногда присутствуют люди, которые действительно работают против нашей экономики. И вот комментарий господина Грефа, которому, конечно, сложные отношения, но в данном случае он абсолютно прав, повышение ключевой ставки сушит экономику. И реальному сектору все сложнее получать дешевые кредитные ресурсы, или даже не просто дешевые, а подъемные для бизнеса кредитные ресурсы. Если у нас ключевая ставка 15%, какие-то проценты закладывает банк, то вот уже, собственно, считай, к 20% у нас кредит подскочил. Какая должна быть рентабельность, чем люди должны заниматься, чтобы и самим зарабатывать, и еще успевать возвращать взятые кредиты. Поэтому, конечно, повышение ключевой ставки неминуемо будет сдерживать экономический рост, неминуемо будет сокращать денежную банку. А я отмечу, я уже об этом много раз говорил, в том числе на наших с вами встречах, что ключевая проблема современной экономики, российской, это нехватка денежной массы. Мы чудовищно недокапитализированы, нам чудовищно не хватает денег для развития, для реализации тех проектов экономических, технологических, проектов по импортозамещению, которые сейчас крайне необходимы. Идей много, проектов много, предложений много, денег мало. Но вот особенно после начала специальной военной операции стало понятно, что в экономике России отсутствует планирование, прогнозирование, вот то, о чем вы говорите, перетоки трудовых кадров. Финансирование и так далее. Может быть действительно стоит вернуться, но если не к советскому госплану, то хотя бы к какой-то системе, когда мы можем понимать, на каком этапе, через полгода, год, три, пять, нам что где понадобится, и эти ресурсы готовить уже сейчас. Вы абсолютно правы. Ведь современная экономика, она характеризуется не только рыночными отношениями, новыми формами хозяйствования, она еще характеризуется абсолютной открытостью экономических отношений. Ну то есть, грубо говоря, предсказать, сколько нам нужно бензина в ближайшие годы или сколько нам нужно курицы, мясо курицы в ближайшие годы, проблем не составляет. Это, что называется, абсолютно понятные прогнозные модели, очень простые. Но при всем при этом мы с вами наблюдали буквально на днях, несколько недель назад кризис топливный, когда у нас оказалось, что не хватает дизеля, не хватает бензина, и цены взлетели. На уровне президента пришлось регулировать этот процесс. А чуть позже мы имели место кризис на рынке мяса курицы, когда у нас производители фастфуда, как бы к нему ни относиться, но они тоже производители, столкнулись с нехваткой сырья. А почему? Потому что потребление курицы, ну просто именно курицы сырой на рынке выросло, люди стали больше ее есть, потому что другое мясо еще дороже. Естественно, как бы это привело к тому, что рестораны фастфуда столкнулись с проблемой нехватки сырья. То есть я к тому, что это все заранее прогнозируется и заранее планируется, и вот эта надежность и запас прочности, он тоже должен закладываться. Но для этого, конечно, вы абсолютно правы, нужно на уровне федеральном, на уровне, если даже, можем даже сказать, на уровне Евразийского экономического союза, потому что у нас единое таможенное пространство, единое экономическое пространство. Нужно, конечно, планировать это все, и нужно создавать эти модели прогнозируемые, чтобы мы понимали, что нам будет необходимо в ближайшие годы. Еще раз повторяю, у нас есть все необходимые цифровые технологии, то есть нужен нам цифровой госплан, но для этого нужно политическое решение о том, чтобы он был реализован, и для того, чтобы мы понимали, что нам предстоит и какие ресурсы, вы абсолютно правы, нужно закладывать уже сейчас, и запас прочности закладывать, потому что турбулентность никто не отменял. Цифровой госплан нам нужен прямо вот завтра. И у нас в следующем году стоят президентские выборы, и партия «Справедливая Россия за правду» выдвинула и будет поддерживать кандидатуру Владимира Владимировича Путина, и по итогам выборов, которые он, безусловно, выиграет, будут сформированы майские указы, где будут определены показатели развития страны на ближайшие пять лет. Что нам мешает в этот момент на основе этого майского указа создать цифровой госплан и добиваться реализации этих показателей на другом уровне стратегического планирования? Ничего не мешает, давайте туда двигаться. Николай Владимирович, в завершении, если можно коротко, опять Набиулина, она сказала, что если мы, значит, ослабим хватку, то российский рубль ждет девальвация. Мы действительно находимся под угрозой девальвации национальной валюты? Ну, знаете, вот ключевую ставку за последние месяцы повышали несколько раз. Как-то вот я не сильно заметил, чтобы рубль куда-то вот сильно прямо укрепился. Наверное, там непрогнозируемый или неуправляемый рост курса доллара мы и не наблюдаем, да, но и укрепление рубля мы тоже не наблюдаем. Мне почему-то кажется, что связь между повышением ключевой ставки и курсом рубля не такая очевидная, как очевидно госпожи Набиулиной. Что-то мне подсказывает, что работают другие механизмы, и в первую очередь механизм, конечно, экономического роста. Если будет экономический рост, ни о какой девальвации речи быть не может. Спасибо, Николай Владимирович. Я напомню, у нас на связи был депутат Государственной Думы, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии, член программного комитета партии «Справедливая Россия за правду», один из основателей движения Захара Прилепина, доктор экономических наук Николай Новичков. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия» и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин